Молодежь Я считаю, что у нас достаточно неплохое будущее, если у нас сложится все, как мы планируем. Университет, дальше работа. И я планирую для себя открывать большие горизонты. Очень хочется поехать за границу, там работать, там зарабатывать деньги. А почему в России не хочется? Скажем так, на данный момент в России существует такое понятие, как огромная конкуренция. И она обусловлена не тем, что непосредственно много качественных специалистов, а блат. Самый элементарный блат. То есть те, у кого больше денег, те имеют больше прав. А несмотря на то, что меняются всякие законы, всякие поправки, то есть даже на уровне государства, это все неизбежно. Это стало частью нашего менталитета, я бы так сказал. А как вы считаете, вы хотите вместе с Россией в будущее идти? Конечно, хотелось бы поддерживать, развивать нашу страну. Хотелось бы, чтобы я был полезен, чтобы какие-то мои знания, мой опыт, мои умения пригодились для моей страны. Но иногда получается так, что моя страна не всегда меня поддерживает, не дает иногда каких-то путей развития, каких-то дополнительных возможностей, которые хотелось бы получить. Но я надеюсь, что в том времени, в котором я получу работу, закончу учебное заведение, что-нибудь поменяется и захочется больше поддерживать, наверное, больше получится, скажем так. Я надеюсь, что в ближайшем будущем будет только лучше. Вот девица этих белых ночей вместе с Россией. Почему вы не хотите? Я бы очень хотел, но единственный сейчас для меня вариант, я учусь в ТМО и планирую получить диплом, а дальше по этому диплому получить работу и достаточно высокооплачиваемую работу. Опять же, зарплату мне достаточно высокую, могут доложить заграничные компании. А что бы вы, вот как обратились бы, скажем, к премьеру Дмитрию Медведеву? Что бы вы сказали ему? Ну, сложный вопрос. Очень много различных наболевших тем в обществе. Но все же опять хотелось бы сказать, чтобы больше уделяли времени молодежи, чтобы образование, которое вот опять же, оно у нас делится на платное и бесплатное. Иногда на факультеты, которые действительно интересны человеку, семье и даже сами ребята, впоследствии, которые зарабатывают деньги в тех же самых сетях ресторанов быстрого питания, не всегда хватает. Тем более, будет очень сложно совмещать работу с учебой. А что конкретно надо сделать? Помогать. Что, стипендию увеличить или что? Стипендию увеличивать, контролировать, чтобы высшеучебные заведения, а точнее их директора или деканы давали возможность все-таки выбирать людям именно ту профессию, и чтобы она была интересна человеку, чтобы она, самое главное, была доступна. Потому что на данный момент различные кафедры, вот, например, на которые я учусь, это кафедра программирования, там достаточно дорогое обучение. То есть 40 тысяч в месяц и... ой, 40 тысяч в полгода. И это достаточно большие деньги. Что бы вы хотели сказать президенту? Наверное, мне хотелось все-таки сказать, чтобы поддерживали больше молодежь, чтобы... В чем? Как? Вот, в Руслан-Дизе операция стала вышесказанно, ну, товарищ сказал, по поводу того, что Влад, мне кажется, это очень... Очень важно, потому что сейчас, если ты хочешь куда-то идти работать, очень часто бывает такое процесс, как будто работает. И это, мне кажется, это очень... Очень губит, наверное, потому что человек хочет идти работать, он специалист, а нужен опыт работы, у него его нет. Так что мне, наверное, кажется, что, может быть, сделать так, чтобы было проще найти работу молодежи, которые специалисты.